здравствуйте меня зовут александр я прилетел со своей семьей из владивостока на мини ретрит мастеров завидово на данный момент мне 14 лет понимаю не сильно на них выгляжу но все-таки я узнал о самой крии крия йоги и об идеях мастера и тоже о самом нем от своей мамы которая начала практиковать я про на данный момент я занимаюсь крия йогой делаю крии некоторые медитации ну и конечно спросите вы откуда я все это узнал если мастер не допускает людей младше 18 лет ну я просто отвечу я узнал это от своей мамы мама мне показала технику показала упражнения и вот уже самого ретрита с сентября я их до сих пор делаю и практикую недавно я узнал что завтра у меня получится провести как такую можно сказать совместную запись с мастером где я смогу ему задать пару вопросов и честно сказать я сейчас немного даже взволнован и рад потому что ну на первый раз когда я подходил к нему с вопросами было довольно страшно непривычно но надеюсь завтра же этот страх пропадет я бы хотел задать вам пару вопросов начну наверное с одного из самых главных а именно я бы хотел у вас узнать как крия йога может повлиять на подростка где-то в 14-15 лет если он начнет ей заниматься но подросток само слово за себя говорит он же хочет подрасти крия йога ускоряет процесс роста в том числе эволюционного роста он будет намного мудрее сильнее потому что вот и например практикуешь крия йогу энергизируешь техниками свое тело посмотри какой ты накачанный крепкий это же говорит о том что у тебя внутренняя сила выражает и внешнюю силу потому что именно воля делает человека сильнее и когда воля включается даже самый слабый подросток когда его воля пробуждается он становится очень сильным он может включить свою силу психическую энергию отметить ну концентрацию вообще хочу полностью отметить почему пошла может тренировки у меня лучше пошли физические я вообще случайно заразился этой идеей начать тренироваться я то ли какой-то сериал начал смотреть и там такие были все вкачаны и втянуты я подумал типа круто почему нет то ли мне как-то самому стало чего не могу там не отжаться не подтянуться и начал тренироваться после ретрита когда начал делать кри у меня прогресс тренировки в силе он прямо пошел вверх то есть я и начал там и быстро прогрессировать рабочих весах может в отжиманиях еще что-то если мы говорим о том что какой-то подросток молодой человек такой как ты или еще моложе допустим занимается техниками самореализации он становится очень интересным в обществе он становится не просто интеллектуальным но он становится магнетически притягательным а это очень важный вопрос когда особенно первая любовь девочки которым ты хочешь понравиться они не смотрят на тебя или смотрят как-то по-другому и тут вдруг ты заходишь в класс и все начал участвовать во всяких театралках вот как меня вовлекли туда уже говорил к одиннадцатиклассникам и с ними мне очень интересно было общаться сейчас новые компании новые друзья причем компания очень хорошая надежная до сих пор с ними общаюсь вот когда сюда поехал там фотографии отсылаю еще что-то переменник не вечный класс захожу там чай с ними попью еще что-то также хотел бы уточнить вопрос этот терзает многих людей бывает такое что ты пропустил какую-то медитацию ты не сделал кри я понял вопрос чувство вины да порой у меня поначалу было до страшно типа что если кри вот не сделал там два дня один день три дня вообще у смерти да все там страшно нет потом и как-то стал к там полегче относиться и даже стало как-то получше то есть я могу поделать кри там пять дней подряд шесть дней подряд потом там три дня нельзя могу два дня поделать один пропустить три дня поделать суме нет такого постоянства что делаю там каждый день там обязательно по самочувствию пока что то есть иногда просто пропускаю невозможно иногда бывает просто как-то тяжело устал пришел там после зала к примеру думаешь надо сделать мне что не могу и что пусть будет чувство вины а кто извиняюсь будет заставлять людей практиковать если у людей не будет чувство вины каким образом они будут себя просто брать в руки за шкирку и заставлять что-то делать чувство вины это чувство совести совесть пробуждается и когда человек чувствует что это очень важный аспект его жизни его душа начинает ему заставляя его напоминать о том что занимайся ты вчера пропустил как же так я не насытилась я не получила должного количества любви впечатлений поэтому чувство вины совесть или чувство вины это разные вещи но чувство вины это результат того что совесть пробудившись напоминает нашей личности нашему уму что ты неправильно поступил ты пропустил однако люди не пропускают обед или ужин но на комить накормить душу они почему-то иногда забывают йогананда мастер ты слышал о нем ты знаешь он как-то в своей вот этой вот книге в одной из книг он писал о 100 греховных качествах человеческих он говорил что есть еще и сотый грех а сотый грех знаешь какой откладывание медитации на завтра а мы сейчас говорим надо медитировать или не надо медитировать между тем никто не говорит надо умываться или нет все умываются надо чистить зубы или нет в основном да надо как-то каким-то образом ухаживать за своим телом поэтому я считаю что в моем понимании что нужно обращать внимание не на чувство вины она то что создает это чувство вины то понимание о том что мы пропускаем это совесть совесть божественная весть вот так и наверное напоследок я бы хотел вас спросить что вы можете посоветовать тем кто начинает практиковать в моем возрасте может чуть постарше понимаешь александр все зависит от того на каком уровне сознания человеку допустим твое сознание пробудилась чуть раньше у кого-то чуть позже ты на самом деле как хороший пример для своих сверстников можешь не навязывая будучи примером просто подсказать они как-то тебе задают вопросы слушай как ты так добился того что ты спокоен что ты очень весел что ты можешь ну скажем так шалунишка да то есть как бы баловаться но при этом ты какой-то другой мы чувствуем что от тебя что-то исходит такое что нам позволяет идти за тобой к примеру часто мне говорят пример в зале друзья что просто подходит после меня к работе к тренажеру посмотрю на меня скажу на стероидах сидишь ну да тип того вот и ты можешь сказать что вы знаете я для себя открыл кое что есть такая вещь очень важный аспект как техника саморазвития да и а что это такое и ты как бы потихонечку не навязывая рассказываешь свой опыт личный не пересказываешь слова других людей а просто расскажешь что ты чувствуешь стал быстро очень делать уроки я ни на что не отвлекаюсь и многие уроки я вообще дома не делаю то есть как это объяснить просто я их не делаю потом прихожу ну и там что-то как-то увиливать пытаюсь нет дело в том что когда сконцентрированы ты хорошо слушаешь учителя на уроке ты слушаешь все что он тебе говорит ты запоминаешь потом ты просто домой приходишь о я все помню особенно если предмет это у тебя через день или на следующий день подряд дома я мало на что отвлекаюсь понятно я могу включить себе музыку я могу на что-то отойти попить еще что-то сделать ну стал намного меньше отвлекаться то есть уроки максимум до бывает два часа у меня уходит два с половиной это прям максимум максимум когда у меня очень много загруз прям стал более как-то скриньми кому коммуникативен то есть проще найти с кем-то общение каждого учителя есть свои подходы если их учитывать можно с каждым нормально общаться совет какой молодым если эта возможность есть научитесь думать только хорошее говорить только хорошее слушать только хорошее общаться с людьми которые своей жизнью показали передают пример хороший да то есть это главный принцип избавиться от грязного ума любым способом то есть перестать сквернословить а для этого нужно перестать общаться с людьми которые сквернословят до либо просить этого не делать потому что когда человек сквернословит молодой человек он уже губит свою жизнь это кажется незаметным ну что здесь такого все ругаются все матерятся ни в коем случае потому что это разрушает ауру а разрушенная аура позволяет войти сквозь эту оболочку я говорю уже вещи о которых ты знаешь понимаешь войти сквозь оболочку негативным программам этот человек потом молодой человек не понимает почему с ним такое происходит что вообще происходит ему неприятно и тогда вот заняться спортом я сейчас не говорю о крии конечно было бы хорошо если это было крия йога но ты занимаешься спортом параллельно заняться спортом это значит научиться проявлять в волю потому что воля это проявление духа и если мужчина будущий или будущая мать до девушка сейчас девочка будущем они понимают хотя бы могут задуматься о том что будущих и ждет жизнь чтобы они не боялись этой жизни надо здесь и сейчас что-то делать для этого заниматься творчеством у меня намного стала лучше игра то есть как на гитаре может заразился идей можно чем-то другом поиграть но пока думаю один инструмент а свою стал намного лучше играть у меня появилась электрогитара причем таким способом совершенно случайным там просто череда событий пошли просто посмотреть а сразу оформили уже и взяли через неделю все у меня есть хорошо но и не до играю быстро учусь музыкальную школу не хожу просто занимаюсь репетитором от этого прогресс как-то тоже нормально идет даже если человек не умеет петь просто начинать петь вот ты умеешь петь учусь параллельно с тем что играю на гитаре ты играешь на гитаре соответственно раз у тебя есть слух представим что у нас с тобой нет слуха ну допустим но у меня же есть чувство радости почему я не имею право петь что ли я начну петь и все пусть даже как говорится по соседям но все равно мимо нот до мимо тональности но все равно я поем не радостно поэтому я взращиваю чувство радости перестать бояться чего-либо но перестать бояться это значит приобрести уверенность а приобрести уверенность мы можем через знание читать книги нужно не сидеть в гаджетах а книги читать по возможности у меня к сожалению такой возможности нет времени не хватает может быть аудиокниги какие-то слушать что но читать чтобы твоиные роны не только слушали но и читали восприятие зрительный образ очень важен зрительный центр должен работать по возможности вот поэтому совет такой выберите себе хотя бы у нас есть принцип не сотворить не сотвори кумира но все-таки в этой жизни есть лидеры очень хорошие лидеры в разном направлении просто хотя бы выбрать себе пример для жизни не подражать ему но следовать этому пути а потом по дороге вы определите что вам нужно лучше всего конечно это сделать через духовную литературу разного типа у меня есть книга мне подарили на день рождения путешествие домой это автобиография то американского йога да я слышал к сожалению я ее еще не дочитал но ничего да по со временем ты автобиографии йога читал уже диагонанды да нет порой параллельно слушал с моей мамой ну когда она на кухне что-то делать иногда включает ну именно так ты дочитай предыдущую книгу и прочитай автобиографию тогда это будет настоящим путешествием потому что конечно опыт западного человека тоже важен для западных людей но дело не в этом я почему активе акцентирую внимание на книге автобиографии йога все-таки я сторонник того чтобы люди раз уже и читают литературу подобного рода да читали литературу реализованных мастеров вот есть книги реализованных мастеров йоганада один из них книги сатья сая бабы это не реализованный мастер это вообще особое отдельное явление такое да над всеми но его высказывание настолько просты и достигает самой глубины души поэтому я очень рад что ты такой очень рад тебя видеть я рад тому что ты не теряешь зря время в своем как говорится возрасте когда я например в этом возрасте не знаю музыкой занимался увлекался конечно боевыми искусствами изучал что-то на тот момент что возможно было у нас не было интернета вот у меня было всегда интересно жить творчески но и баловался поэтому я тебе советую продолжать баловаться в рамках приличия конечно ну хорошо всех благ ну вообще как немного в завершении таком я хочу сказать что крии это вещь очень классная почему крии дают осознанность ты же когда ты делаешь какие-либо крии ты концентрируешься на этом движении ты понимаешь что к примеру но бывает бодибилдеры тоже вот делают вот сгибают руки но тоже бывает некоторые это делать неосознанно просто сгибают сгибают ну как бы крии она тебе дает то что ты чувствуешь свое тело чувствуешь свои мышцы ты понимаешь как она функционирует твоя мышца что у тебя болит что у тебя не болит она помогает тебе быть осознаннее сконцентрирование часто приносит веселый настрой тут бывает ты проснулся грустно ну ну сделал их как-то и тебя стало веселее и лучше помогают выздороветь болезни еще что-то да бывают болезни тяжело и делать но даже если ты их сделаешь там нормальное состояние тебе уже может быть получше они помогают тебе развиваться творчески какие-то давать тебе новые направления находить новых друзей может знакомых как-то тебя продвигает твои немного дают тебе больше возможности для самореализации в общем попробуйте вещь классная главное начать а потом уже смотреть на результат